Доброе утро! Мы сегодня вот в таком необычном для российского учителя и ученика классе. Вот у нас здесь накиданы на полу сидения. Это такие вот шары, в принципе, не очень плотно набиты, на которые дети садятся, они превращаются в кресло. Вот это просто как кресло сделано. А там шарик, на них удобно сидеть, низко, но не на полу. И объясняется это тем, что такие вот у нас бывают условия для детей с заторможенным развитием, для детей с ограниченными возможностями. Сегодня я в классе для индейских детей. Мы с вами уже были в индейской семье. Шелли произвела на вас неизгладимое впечатление. И такие семьи индейские тоже есть, и которые добиваются хорошего уровня жизни. Те, которые получают очень хорошее здесь образование. А есть семьи, которые просто поняли, что государство им мама родная. Оно их всем обеспечит. Поэтому нет необходимости стараться. Можно просто рожать побольше детей. Будет тогда побольше условия, предоставленные от государства. И можно жить припеваючи просто потому, что вы здесь настоящий американец. Потому что вы Native American. И вот здесь вот как раз класс для таких детей, которые из многодетных индейских семей, которые имеют не очень высокий уровень образовательных способностей. Но их надо обучать. Все равно они должны получить образование. И поэтому им помогают. То есть, если детками не занимается семья, ими кто-то должен заниматься. Государство в первую очередь. В данном случае государственная система образования. Школа делает все необходимое для того, чтобы детки получили образование. И учитель, вместо которого я сегодня пришла в школу, он не учит. Он занимается с ними домашним заданием. Прямо в учебное время. То есть, детки... У него первого урока нет. Меня, кстати, задействовали в другое место. Поэтому я была вынуждена прерваться. Первый урок детки идут, что-то делают. Вот компьютеры, если им нужно будет поработать. Вот у учителя, кстати, смат-бот есть. Если что-то объяснить дополнительно, он всегда может. И у него на столе вот такой компьютер. И парочка еще здесь компьютеров есть. Вот. Причем на одном из них он прямо с места может управлять доской, не подходя к смат-бот. Достаточно вот здесь вот поводить пальчиком, обвести кружочком. Все на доске появится. Это уже новшество этого года. Поэтому у каждого учителя появилась еще вот такая вот таблеточка. Мы говорим о том, что он с ними готовит домашнее задание, потому что домой приходят дети, и родители на них внимания не обращают. Им все равно. Получит ребенок образование или не получит. А обязательное образование школьное существует. К этому надо детей готовить. То есть к нему приходят детки и задают вопрос. Или он проверяет, что они сделали, что они не сделали. А вот эти вот все стульчики, которые я показала в начале, шарики, креслица, они лежат, стоят на полу, лежат на полу. Потому что в этой школе, это средняя школа, у них есть час на чтение. Это второй, третий, извините, урок. У меня он был второй. Вообще-то третий урок по расписанию. Сорок минут дети только читают. Это мы по поводу того, что Америка не читающая страна. Детей приучают к тому, что книга – это ценность. Из книги можно получить информацию. И обязательно сорок минут каждый день в школе reading. Они его называют writer или radar как-то так вот. Детки просто берут любимую книжку и читают молча сорок минут каждый день в средней школе. Мне это очень приятно. И они вот располагаются на таких сучках. Или когда они уже все закончили, все сделали, остается несколько минут, они с удовольствием валятся не на полу в эти кресла. Вон там даже на кресле пледик есть, что можно прикрыться, почувствовать себя очень уютно. То есть создают такую атмосферу, в которой ребенок может не чувствовать себя под прессом, а чувствовать себя любимым ребеночком и в стране, и в школе, если он недолюблен. В семье. Я не хочу сказать, что в каждой индейской семье дети недолюблены. Но раз в этой школе есть такая необходимость держать класс специально для того, чтобы с детьми готовить домашнее задание, в условиях школьного времени, значит, так оно должно и быть. Значит, есть такая необходимость. Вот это племена индейцев, проживающих на территории Оклахома. Вот столько их много. Сейчас я поближе покажу. По одному. Осейдж. Я работала в казино от этого племени. О манчи. Вот самая знаменитая наша чироки. Сейчас еще чуть-чуть припрызем. Вот оно, чироки. Так, это у нас. Про это вообще ничего не знаю. Каду. Надо почитать. Чушь я так вот совсем-то ничего не знаю. Чикассо. Вот делавея знаю племя. У нас есть прямо проспект делавея. А чего это второе чироки? Они что у нас разные? Надо детей спрашивать. Чаэй, оно очень знаменитое тоже племя. Чоктау. Чоктау. Интересно, чироки. И чироки. Два чироки. Ну ладно, надо деток спрашивать. Чего ты? Я такая учительница, что ничего не знаю. А сегодня самый лучший день. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok